Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента республики Казахстан. Бессменный лидер Казахстана, рекордсмен по пребыванию власти на постсоветском расстранстве Нурсултан Мазарбаев 19 марта 2019 объявил, что досрочно уходит в отставку. Теперь этот день и его обращения останутся в истории казахского народа. На его отставку общественность наших соседей отреагировала по-разному. Киргизы, подскажите, плиз, что нужно делать, когда президент меняется? А то мы как-то не знаем, если честно. Не знаю, как у вас, но у меня такое впервые в жизни. Меняется президент моей страны. Сегодня в 12.00 началось совместное заседание Палат парламента Казахстана по согласованию с Центральной избирательной комиссией. В страны проведена церемония принесения присяги Касымам Джомартом Токаевым. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан. Уход Назарбаева не был большой неожиданностью, говорят отечественные политологи. В течение нескольких лет власть предпринимала политические и конституционные маневры. Назарбаев покидает пост за несколько месяцев до очередных президентских выборов, но не уходит от руководства страной. Эксперты говорят, что он сохранит контроль над политической системой страны благодаря посту главы Совета безопасности страны и лидера своей партии Нуратан. В случае Назарбаева мы имеем дело с 30-летним стажем Назарбаева и с политиком совершенно иного склада, который рассчитал очень много, все буквально возможности, варианты. У него, как казахи сами коллеги говорят, у него скорее всего за пазухой 5-6 возможных вариантов всего. У него на все есть варианты, есть ответы. К тому же у Назарбаева остается статус лидера нации, законодательно закрепленный за ним в 2010 году. Уже тогда это был первый шаг к построению системы транзита власти, считают политологи. Назарбаев продолжит неформально править Казахстаном, балансируя интересы влиятельных бизнес-групп и входящих в элиту политиков и управляя отношением с ключевыми соседями страны, включая Китай и Россию. И Назарбаев фактически как бы ушел, но он в то же время и остался, потому что он как бы контролирует этот процесс. И фигуры равные по личности Назарбаева, я думаю, долго времени не будет. Но с другой стороны, для политических сил Казахстана, для политического развития это, конечно, возможность. Но не надо забывать, что есть и внешние политические игроки, и региональные, и глобальные, которые имеют свои геополитические проекты. Для них тоже это окно возможностей, чтобы как-то воздействовать и изменить ситуацию. По поводу Тукаева стоит напомнить, что он будет исполнять обязанности только до грядущих выборов. Кто бы ни стал следующим президентом, очевидно, что полномочий у него будет меньше, чем у Эльбасы, добавляют аналитики. А что касается отношений между Кыргызстаном и Казахстаном, политологи прогнозируют никаких изменений. По-моему, в Казахстане больших таких изменений не будет, потому что политическая система, я ознакомился с основным законом. Конечно, он за собой сохраняет руководителя партии, руководителя Совета безопасности, но Нурсултана Абищевича, приходом новых людей, он попытался создать свою систему, политическую систему. И в политической системе, по-моему, таких резких изменений, наверное, не будет. Кроме того, ряд недавних реформ, проведенных Назарбаевым, сделали фигуру президента не настолько важной и всесильной, как это было при его правлении. В дальнейшем в Казахстане будет возрастать роль премьера, а контроль над парламентом через правящую партию Нуратан, главой которой является Назарбаев, он сохранил. Да и семья Ельбасы довольно прочно встроена в госаппарат республики, тем более, что его старшая дочь, Дарига Назарбаева, 20 марта этого года была назначена спикером Сената парламента Казахстана. Я думаю, что они сами очень заинтересованы, чтобы все протекло именно по этому руслу, по этой русле, и все было стабильно. Над этим они работали, давно продумали, и этот процесс идет. В конечном итоге в Казахстане, насколько я думаю, будет плавный переход из одной руки в другой. Для большинства казахстанцев сейчас уходит целая эпоха, ведь при Назарбаеве повзрослело и осталось в жизни несколько поколений граждан страны. Однако не стоит ждать глобальных перемен в связи с его уходом. Разумеется, новое правительство может пойти на косметическую либерализацию, однако подлинный контроль за жизнью Казахстана, судя по всему, еще надолго останется в руках Назарбаевского клана.